Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания правительства Республики Башкортостан под руководством дорогого радиофаритовича Хабирова. Впервые за многие недели видеозапись этого заседания я посмотрел не утром, а вечером и имел возможность уже услышать отголоски суждений об этом мероприятии. Практически все комментировавшие это совещание говорили о том, что оперативка была скучная, оперативка была ни о чем. Я, собственно, приготовился увидеть что-то скучное и пустое, на самом деле увидел много интересного и забавного. К сожалению, забавно это граничит с возмутительным, потому что эта оперативка на редкости забиловала не просто ошибками и оговорками, а какой-то безграмотностью, необдуманностью суждений и несформулированностью мыслей. Как обычно, заседание началось с 7-8 минутного ожидания Хабирова. В этот раз я отмечу, что все хуже и хуже дела идут с видеосъемкой в Белом доме. Камера дрожит, фокус теряется. Причем это происходило на протяжении всей передачи. Я, как человек худо-бедно, имеющий отношение к видеосъемкам, могу протянуть руку помощи дорогому Радио Фаритовичу и дать несколько советов, как заниматься этим делом, простейшим процессом съемкой совещания со штатива. То ли технику надо менять, то ли тех людей, которые шевелят эти камеры. В общем, конечно, картинка была отвратительная. Совещание началось с печальной темы вспышки смертности на дорогах Республики Башкортостан, которая случилась на прошлой неделе. Напомню, что случилось две кошмарные аварии с массовой гибелью людей. В одном случае четверо дорожных рабочих погибли, в их автомобиль врезался бензовоз. Во втором случае речь идет о перевернувшемся туристическом или нетуристическом автобусе. Там несколько версий. В этом случае уже на данный момент погибших шесть человек, и несколько человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в больницах. Напомню, что Башкортостан находится в числе лидеров Российской Федерации среди регионов с высокой смертностью на дорогах. Хабиров несколько раз поднимал эту проблему, этот вопрос на оперативных совещаниях. Он даже сообщил широкой общественности о том, что он лично перед Путиным несет ответственность за снижение этой смертности. Увы, я вынужден констатировать, что смертность на дорогах статистически и в количественных показателях в Башкирии не меняется. Несмотря на все колоссальные затраты денежных средств и усилий, которые как будто бы предпринимаются господином Мухаммедьяновым, он уповал на то, что расставят и видеокамеры, которые снизят эту смертность и аварийность на дорогах, и ничего на самом деле не получается. Статистика смертности, судя по всему, в этом году превысит прошлогодний показатель. В прошлом году на дорогах к Башкирии погибло 550 человек. На данный момент количество погибших в аналогичный период прошлого года уже превышено. Видимо, не о чем будет докладывать Радио Фаридовичу Путину на эту тему. Но обговорив вот эти вот истории, проговорив вот это все на совещании вчера, Хабиров зачем-то, значит, упрекнул опять соседний регион в том, что они, значит, нам тут заслали автобус не «Мерседес», как он выразился, со своими рабочими, и они тут, значит, имели неосторожность погибнуть. Это речь идет о автобусе в Архангельском районе. Ну, дескать, там разберутся, пускай, на чем они тут у нас ездят. Ну, в общем, попытка, конечно, свалить с больной головы на здоровую была. Ну, зачем-то Хабиров принес соболезнования погибшим, хотя обычно приносит соболезнования родственникам и друзьям. В общем, конечно, оговорок тут было очень много. А в конце обсуждения вопроса с этими двумя кошмарными авариями Хабиров почему-то сказал, ну, теперь-то мы ввели 15 автобусов Башавтотранса. Каким образом автобусы Башавтотранса могут спасти дорожных рабочих на трассах или туристические автобусы, я не знаю, но, видимо, уж совсем нечего было сказать собственное оправдание. Судя по всему, вступления Хабирова становятся традиционными, и до того, как бы начать обсуждать повестку совещания, Хабиров рассказывает присутствующим, ну и, собственно, нам о том, как он провел прошлую неделю. Мы помним, как он рассказывал о встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, внезапной и какой-то загадочной. В этот раз Хабиров встретился с менее значительными фигурами, но тем не менее. Например, он встретился с руководителем Росалкогольрегулирования, господином Алешиным. На этой встрече выяснилось, что, оказывается, в первом квартале 2019 года в Башкортостане удалось изъять 250 тысяч литров, то есть это полумиллиона бутылок, контрафактного алкоголя. И эта цифра, она превышает показатель всего 2018 года. Хабиров безумно гордился этими данными. В конце, правда, своего сообщения он сказал, что наблюдается, цитирую, падение, снижение незаконного алкоголя. Вот здесь, очевидно, язык, конечно, заплетался, или мозги, или мысли, я не знаю. Но падение, снижение незаконного алкоголя, Радий Фаридович, это вообще не по-русски. Также Хабиров нам поведал о том, что он встретился с руководителем Росцирка, господином Шемякиным. Есть такая организация, Росцирк. Он как-то так очень кратенько сказал, что он встретился и обратился к Абдрахиму. Раиф Рамазанович, на мой взгляд, мы, цитирую, наконец нашли алгоритм решения госцирка. Ну, тоже, конечно, с построением фразы все очень плохо, но напомню, что вот эта встреча с руководителем Росцирка была абсолютной копией той встречи, которая произошла у господина Хамитова в свое время. Точно так же встречались на тему вот нашего вот этого закрытого и разрушающегося госцирка. И на самом деле решения найдено не было. То есть в чем суть решения? В том, что нужно найти миллиард рублей на ремонт вот этого здания. Здание действительно очень старое. Здание на самом деле совершенно не уникальное. Как бы не хотелось это декларировать нашим властям, потому что Хабиров помнится, что заявлял, что это уникальное здание в своем роде. Нет, Ради Фаридович, это типовой цирк, который стоял и стоит в десятках городах Российской Федерации. На самом деле ничего уникального в нем нет. А тот миллиард, который пытаются найти власти уже во второй итерации, и Хамитов искал, и вы тоже, Ради Фаридович, ищите эти деньги, пока так и не найден. На самом деле схема финансирования не определена. И гордиться тут на самом деле особенно нечем. Далее произошло на оперативке совсем смешное. Хабиров, закончив обсуждать Росцирк, вдруг сказал, «Сегодня день рождения у Марата Мусаевича, ему 55 лет, давайте поздравим его». Ну как-то там, в смысле, аплодисментов-то не раздалось. Видимо, как-то должны были там глазами поздравить Марата Мусаевича. А простите, кто такой Марат Мусаевич? Мы так этого и не узнали, фамилия не прозвучала, героя камеры не показали. Ну, может, это как вот в этом, в поле чудес, там, «Передай маме привет», там, прочее, да, то есть в камеру сказал Марат Мусаевич. Кто такой Марат Мусаевич? Почему мы должны все возрадоваться его юбилею? Мы так и не поняли. Закончив перечислять встречи предыдущей недели и закончив поздравления Марата Мусаевича, перешли к повестке, собственно, оперативного совещания. И первым вопросом, естественно, как обычно, был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. В этот раз господин Беляев не поставил рекорды, но, тем не менее, сделал доклад на 50 секунд. Основной смысл доклада был в том, что текущая ситуация стабильна. А главным инструментом, который господин Беляев планирует использовать для улучшения ситуации в ЖКХ Республики Башкортостан, будет оперативное совещание в селе Карайдель. Вот, собственно, и все, что нам рассказал господин Беляев о ЖКХ. Если воспринимать серьезно подобные выступления, то кому-то может показаться, что в ЖКХ у нас все прекрасно, говорить вообще не о чем. Но этот кто-то должен находиться либо на Луне, либо никогда не жить в квартирах в Республике Башкортостан, в тех условиях, в которых находится сейчас жилищно-коммунальное хозяйство Республики. Вторым вопросом был опять вопрос об итогах реализации первого этапа программы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Если у вас дежавю, то напомню о том, что в прошлый раз Хабиров доклад Беляева не принял. Помните, да, вот эту бурную историю с увольнением всего состава руководства рекоператора по капитальному ремонту, там, с криками об их колоссальной зарплате, их ненужности и так далее. Вот теперь Беляев выступил снова. Он всех уволил, всех, значит, начальников рекоператора, и теперь снова докладывает о том, как идут дела. Вообще случилось чудо, потому что, судя, если в целом по этому докладу, то ситуация практически изменилась на 180 градусов. То есть достаточно было уволить семерых балбесов из какой-то организации, как тут же все наладилось. Ну, давайте по порядку. Значит, господин Беляев сообщил, что были приняты кадровые решения по структуре рекоператора. Ну, это речь идет о том, что уволили и у начальника этого рекоператора и семь его замов. Напомню, что один из замов все равно превратился в начальника. Ну, вот такая вот кадровая политика. Далее господин Беляев сообщил, что между субподрядными организациями перераспределены этапы работ в зависимости от этажности многоквартирных домов. Вот здесь стоп. Уважаемый Борис Владимирович, если вы утверждаете, что вы силами ведомства перераспределили ресурсы и обязанности внутри уже проторгованных контрактов, тогда считайте мое обращение обращением правоохранительные органы и федеральную антимонопольную службу. Потому что если контракт уже заключен, то тогда вы не можете перераспределить внутри него функции. Потому что функция – это деньги. Стену покрасить стоит столько. Ее красит вот эта организация. Значит, отремонтировать подъезд, там, отремонтировать крыльцо стоит вот столько. И это делает вот эта организация. Поменять их местами – вы не вправе, Борис Владимирович. В таком случае напрашиваются два варианта вывода из этого тезиса. Первый – что вы, простите, говорите неправду. И это просто вот красивые слова. Либо вы действительно совершили какое-то нарушение вот в этих вот закупочных и контрактных процессах, о которых нужно всерьез разбираться, смотреть и делать выводы. Примечательно, что, слушая вот эту вот ужасную билиберду, которую произносил Беляев в отношении ремонта подъездов, Хабиров его не остановил. Этот, как известно, законник, как он сам себя назвал в эфире, «Эхо Москвы», совершенно не возмутился тем, что Беляев ему сообщает о том, что они буквально на коленках меняют вот эти вот юридически выверенные процессы, то есть перераспределяют обязанности между подрядчиками. Хабирову это вполне очень даже понравилось. Далее Беляев нам поведал, что 50% муниципалитетов поддерживают программу ремонта подъездов за счет своих резервов. Минуточку. 1 миллиард 778 миллионов рублей, выделенных вам, господин Беляев, на ремонт подъездов, уже оказалось недостаточно. Уже муниципалитеты должны вывернуться наизнанку, чтобы декларировать ваш успех. То есть и муниципалитеты теперь тоже добавляют свои деньги? Я конкретизирую вопрос и задаю его Беляеву. За счет своих резервов это значит за счет своих денег? Ну, извините, это тоже нужно каким-то образом оформлять и определять. Ну, а вы так легко об этом говорите. То есть ошибки программы, которые вы мучительно пытаетесь реализовать уже во второй итерации министра, будут исправлены за счет ресурсов муниципалитета? Это значит, что муниципалитеты что-то не сделают? Мы прекрасно знаем, что бюджеты муниципалитетов более чем напряжены. То есть если у них копейку забрать, эта копейка не будет истрачена на что-то очень нужное. Соответственно, мы делаем вывод, что что-то жители муниципалитетов недополучат в результате вот этого вашего победного шествия по подъездам республики Башкортостан. То есть не будут, значит, нанесена разметка или там не будут вкручены лампочки где-то в общественных местах или еще что-то там, заборчики вам, наверное, не поставят вот эти какие-то запланированные. В общем, конечно, вот этот тезис господина Беляева еще более возмутителен, чем перераспределение средств среди подрядчиков. Далее господин Беляев поведал нам, что у него наконец-то началось взаимодействие с рекоператором, которого ранее не было. Я прошу прощения. Девять месяцев происходит вот эта как бы реформа. Девять месяцев говорят о вот этой вот истории с подъездами. Победно, красиво, к выборам и так далее. За девять месяцев аппарат управления не смог наладить взаимодействие с собственной структурой. Потому что, напомню, рекоператор напрямую все-таки подчиняется Министерству жилищно-коммунального хозяйства. Безусловно, напрямую подчиняется господину Беляеву, теперь раньше подчинялся Кирееву. И вот смотрите, какая победа. За девять месяцев они наладили, оказывается, взаимодействие с собственными подчиненными. Судя по всему, должны были раздаться аплодисменты, но они не раздались. Хабиров неизменно, благосклонно слушал Беляева. То есть, видимо, так и было запланировано. Далее господин Беляев рассказал нам о том, что в рамках нормализации работы по этой программе он расторгнул договора с неэффективными подрядчиками. Действительно, это хорошая идея, хорошая мысль. Давно, кстати, надо было, наверное, так сделать. Если вы видите, что подрядчики у вас плохо работают, надо прекращать с ними отношения. Но не забывайте, пожалуйста, вот о чем. О том, что найти и проторговать заново контракты, вернуть деньги, которые 300 с лишним миллионов авансировали вот этих вот подрядчиков, и заново найти новых подрядчиков в краткий период времени не представляется возможным. На это уходят месяцы. Однако при этом господин Беляев сообщает, что он к 1 октября намерен завершить 80% вот этой программы. Судя по тому, что он сам же нам и рассказал, это исключено. Потому что у него цифры-то не бьются. У него 4000 подъездов в плане, а выполнено 1374 на данный момент. И еще он расторгнул договора с подрядчиками, то есть будет искать новых и так далее, и так далее. В общем, конечно, шансов на то, чтобы 80% сделать, нет никаких, на мой взгляд. 50% может быть. Но вопрос к качеству и вопрос адекватности этих затрат. Напоминаю, миллиард 778 миллионов, выделенных на эту программу, на 4000 подъездов. И, соответственно, проконтролировать, наверное, это не получится. Декларировать, да, получится, а проконтролировать точно нет. Беляев во многом раскрыл тайны Мадридского двора и кухню вот этой безобразной программы под названием «Ремонт подъездов». Оказывается, на всю республику, на все 4000 подъездов было нанято всего 4 подрядные организации. 4 ОООшечки, Уралнефть, Спецмонтаж, Промтехстрой, Стройресурс и ОООшечка Гарант, вот они все окучили эти 4000 подъездов, разбросанных по всей республике Башкортостан. Я не представляю себе, что это за могущественные, магические ОООшечки, Стройресурс и Уралнефть, Спецмонтаж, которые в состоянии найти 4000 бригад, которые разъедутся по всей Башкирии, которые на совершенно кабальных условиях будут ремонтировать эти подъезды, сделают это качественно, быстро, в срок. Это какая-то фантастика. Всего 4 подрядчика на 63 муниципалитета, на 4000 подъездов. Это, конечно, очевидная какая-то профанация и очевидная какая-то лукавая схема. Напомню, что в прошлый раз, когда Хабиров громил всю эту систему и когда он ее разгонял, он упомянул, что 300 миллионов рублей были выделены в качестве аванса и не дай бог, как выразился Хабиров, эти деньги были разворованы, примечательно, что в этот раз о деньгах вообще не говорили. Хабиров не задал вопроса, Хабиров не обратился в прокуратуру, Хабиров ничего не предпринял для того, чтобы реально поискать и определить эффективность использования вот этого аванса. Сейчас мы говорим о том, что подрядчики, оказывается, оказались неэффективными, оказывается, мы расторгли с ними дела, разговоры и договоры, и теперь мы за счет муниципалитетов, оказывается, дополнительные какие-то ресурсы привлекаем. А может быть, надо поискать эти деньги? А может быть, надо задать вопросы Кирееву, куда делись вот эти деньги, насколько эффективно они расходуются? Но вопросы эти заданы не были. Дальше господин Беляев сообщил нам вообще какую-то совершенно фантастическую вещь о том, что, цитирую, напомню, сказал господин Беляев, в акте приемки работ должны быть подписи жителей подъездов. У меня сразу возник вопрос, а вот он точно министр ЖКХ? Жителей подъездов или представителей жителей подъездов, старших по подъездам и так далее? Вот такая вольная манера обращения с выражениями, с терминами, с какими-то формулировками наводит на мысль о том, что людям все равно, что они говорят, потому что все равно они этого делать не будут. Если ты говоришь точно, выверенно и конкретно, тогда можно предположить, что ты собираешься что-то делать. А когда вот так вот спокойно человек формулирует какие-то совершенно фантастические или фантастногорические вещи, сразу кажется, что человек и не собирается этого делать. Ему главное поговорить в данный момент. В конце своего доклада господин Беляев, ничтоже сумняшись, макнул своего предшественника, господина Киреева. Цитирую Беляева. «Накопленный ранее блок проблем не позволяет существенно сократить отставание от планов реализации вот этой программы». То есть Беляев расписался в том, что программа не будет выполнена точно. Вопрос только сейчас торга, во сколько процентов он выполнит эту программу. То ли в 50, то ли в 80, сколько там добавят, сколько убавят, проверить никто не сможет. У меня сразу вопрос, и простите опять про деньги. Если господин Беляев выполнит программу на 50%, то 50% денег сэкономится или не будет истрачено? А если на 80? А вернут ли деньги, которые были выплачены в виде аванса, вот этим нерадивым подрядчикам и так далее? Жаль, что об этом не говорится на оперативных совещаниях. Попытка говорить о том, что мы все равно победили, хоть и не выполнили задачу, это, конечно, здорово. Это, конечно, какой-нибудь, наверное, предвыборный пиар. А вот про работу как-то не очень здорово получилось поговорить нашему министру жилищно-коммунального хозяйства. Хабиров практически молча выслушал доклад Беляева и резюмировал следующим образом. «Сказать, что все ужасно, не могу». Вот такова была оценка Хабирова нового доклада Беляева, который, на мой взгляд, был еще хуже предыдущего, но, тем не менее, оценен он был значительно более позитивно. «Сказать, что все ужасно, не могу». И вот после этой оценки у Хабирова случился какой-то приступ несвязанности речи. Вот я буду цитировать, чтобы не быть голословным. «Но я бы предлагал главам не так много, но много, конечно, лично контролировать главам. Эх!» Конец цитаты. Вот это вот как-то вырвалось, видимо, у человека. Может быть, он о чем-то думал в это время, но все-таки это публичное выступление на камеру и так далее, очень странно. Дальше Хабиров сказал, что «очень много жалоб поступает, но какие-то мелочи остаются, когда я работаю с подрядчиками». Минуточку, Радий Харитович, вы тоже работаете с подрядчиками Министерства жилищно-коммунального хозяйства? Боже мой! Все руководство республики бросило все дела и работает с подрядчиками МинжКХ? А зачем вам Беляев тогда был? И вообще, зачем было менять Киреева на Беляева? И, кстати говоря, вот этот вот виновник всех накопленных в прошлом проблем, он сидел, между прочим, прямо напротив вас. В общем, здесь уже, конечно, много вопросов совсем. После вот этой фразы про подрядчиков Хабиров внезапно потребовал «фильм поставьте». Вместо фильма на экране появились четыре главы районов почему-то. Вообще с трансляцией было все очень плохо, с организацией вот этого видеопроцесса на этом совещании. Что-то там начали переключать, главы замелькали на экране, стали появляться и гаснуть. Потом появился немой ролик, в котором какая-то женщина на какой-то детской площадке, значит, она размахивала руками, что-то говорила, звука не было. Аругазинский район появилась, значит, такая плашка на экране. Потом, еще было очень смешно, там все время мелькал логотип «Единой России» на детских качелях, на каких-то, в общем, ну, показывали детскую площадку. Потом Хабиров прервал это безобразие, сказал, да-да, все понятно, все понятно. Значит, было очевидно, что Хабиров знал содержание этого ролика. Значит, в самом конце этой трансляции, такой несколько секундный, вдруг женщина, включился звук, женщина закричала, там, ужас-ужас, смотрите, что творится, и трансляция закончилась. В общем, конечно, это был провал. Ладно, достаточно, значит, смотрите. Посмотрите, люди, где наши дети? Достаточно, спасибо. И Хабиров обрушился почему-то без всякого перехода на детские площадки. Это не детские площадки, вскричал Радий Фаридович, это убивалки. Интересный термин. Далее Хабиров сообщил, что эта ситуация характерна для всех муниципалитетов. Таких передач мне идет миллион. Миллион, Радий Фаридович, тогда нужно что-то делать. То есть, если вы совсем недавно выслушали доклад о поразительных успехах в области монтажа детских площадок, а теперь вам пришел миллион жалоб, ну, пускай не миллион, убавим на порядок 100 тысяч, еще на порядок 10 тысяч, да еще на порядок, все равно тысяча жалоб, это много. Что-то вообще неладно, что-то не сходится. Ведь совсем недавно вы праздновали триумф с этими детскими площадками. Ну, Хабиров продолжал на повышенных тонах характеризовать историю с детскими площадками, кричал, что это убийство, и вдруг решил резюмировать вопрос с подъездами. Вот эта сумятица вчерашнего совещания, конечно, все больше и больше бросалась в глаза. Они постоянно переходили с темы на тему, такое ощущение, что, ну, какого-то четкого плана совещания не существовало. Так вот, Хабиров вдруг резюмировал вопрос по подъездам. По подъездам нам все понятно, сказал Хабиров. Правда? Все понятно, да? Замечательно. Нынешняя схема оказалась неудачной. Ну, надо же. Какой глубокомысленный вывод. Далее, цитирую Хабирова. Мы думали, что крупные игроки будут все решать. Это вот эти ОООшечки, это крупные игроки. Поэтому подумайте, какие современные... И вдруг фраза оборвалась. Минжика Ха, посмотрите по итогам. Сесть с коллегами, добавить может что-то. Может быть, что-то убрать. О чем, собственно, речь? Что добавить, что убрать? Денег добавить? В общем, здесь несвязанная речь была в очередной раз продемонстрирована. То есть, может быть, это мысли вслух. Я не знаю. То есть, человек быстро на ходу пытается что-то решать. Но на самом деле, выглядело это достаточно загадочно. Что должны убавить коллеги из Минжика Ха? Что убавить? Боюсь, что денег добавят опять. Еще миллиард накинут сверху. В общем, конечно, честно говоря, завершая обсуждение вопроса по ремонтам подъездов, мне показалось, что дела в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства идут все хуже и хуже. Если нам казалось, что при Кирееве все совершенно разбалансировано не работает, и ужас-ужас, то теперь господин Беляев нам продемонстрировал, что нет. Оказывается, дно не достигнуто, и оказывается, у него под ногами еще много-много метров, километров, или там на порядок больше, как теперь принято говорить, дистанция до этого дна. Завершив констатацию катастрофы с проектом по ремонту подъездов, перешли к вопросу о работе МФЦ. Вообще вопрос этот обсуждать мы сегодня даже не будем, потому что докладчица вызвала у меня, например, больше интереса, чем суть этого доклада. Собственно, весь доклад свелся к тому, что все у нас суперзамечательно работает в МФЦ, что время ожидания граждан в этих многофункциональных центрах составляет в среднем 5 минут и 51 секунду. Я предлагаю, кстати, зрителям нашего канала проэкспериментировать на себе, сходить в МФЦ, оформить какой-нибудь документ, рано или поздно это со всеми нами случается, и засечем время. Действительно ли 6 минут тратят жители Уфы и Республики Башкортостан на посещение этих богоугодных заведений? Так вот, почему мое внимание привлекла докладчица руководитель этого республиканского МФЦ, республиканского государственного автономного учреждения МФЦ? Дело в том, что возглавляет эту чудесную организацию некая Гульшат Маратовна Арсланова, которая, оказывается, была женой, теперь стала экс-женой Урала Хасанова. Напомню, что Урал Хасанов – это ближайший соратник Радия Фаритовича по 2009 годам, ну, то есть тому периоду времени, когда Хабиров здесь был на коне и руководил администрацией Рахимова. Напомню, что Урал Хасанов отказался участвовать в этом представлении под названием «Новая власть в республике Башкортостан», но, тем не менее, Хабиров то ли авансом, то ли из чувства благодарности и в память о былых временах назначил мадаму Арсланову руководить вот этим важнейшим предприятием в республике. Честно говоря, из ее доклада я понял только то, что все возрастающее финансирование МФЦ ей все еще и недостаточно, ей нужно много-много денег на всякие ремонты и открытие новых окон, несмотря на то, что в этой области у нее все прекрасно. Я не сомневаюсь, что госпожа Арсланова с успехом освоит эти денежные средства. Хабиров прокомментировал этот недлинный доклад тоже позитивно. Он сказал, что количество жалоб на работу МФЦ уменьшилось на порядке. Очевидно, что Хабиров не до конца понимает термин «порядок», я имею в виду математический термин, и я постараюсь ему объяснить, на порядок, Радий Фаритович, это в 10 раз, на порядке это в сотни и тысячи раз. Если действительно количество жалоб на работу МФЦ снизилось в тысячи раз, то да, выписывайте, пожалуйста, госпожи Арслановой орден Салавата Юлаева или что-нибудь покрепче. Но в целом меня удивило то, что во время трансляции вот этого доклада мы ни разу не увидели госпожу Арсланову на экране. То ли это было так задумано, то ли это действительно очередной провал вот этой видеотрансляции оперативок. Очень странно, что камера ни разу не была наведена на госпожу Арсланову, и мы ее так и не увидели. Следующим вопросом оперативки был вопрос о сроках приезда бригад скорой помощи, и доклад, естественно, делал министр здравоохранения, господин Забелин. На прошедшей неделе очень много было обсуждений по поводу скорой помощи в Уфе, даже проходила какая-то непонятная информация о том, что в республике Башкортостан укомплектованность врачами там чуть ли не 50% всего лишь навсего. Я, честно говоря, не поверил этой информации, потому что она не базировалась на каких-то данных из Минздрава. Но вот господин Забелин в этом своем докладе, кстати говоря, говорил в основном об укомплектованности службы скорой помощи, нежели о том, с какой скоростью она доезжает до больных. И вот данные, которые он оглашал в начале и в конце своего доклада, немножко разнились. В начале своего доклада Забелин сообщил нам, что обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи в республике Башкортостан составляет 74% от норматива. На самом деле это очень плохо, потому что четверть дефицита, это много, то есть когда не хватает одной из ста, это 1%, а здесь 26 машин из ста не хватает, то есть бригад скорой помощи. Это значит на четверть потребности в скорой медицинской помощи не обеспечиваются в республике. Дело в том, что тот норматив, который есть на федеральном уровне, это действительно минимально достаточное количество машин. Естественно, нам не дают избыточного количества в рамках этого норматива. Так вот, даже этот норматив не выполнен на четверть. Далее Забелин сообщил, что врачами скорая помощь укомплектована всего на 53%. Он подтвердил ту информацию, которая проходила в СМИ накануне. 53% укомплектованность врачами, то есть половина бригад скорой помощи не укомплектована врачами. И этот показатель у Забелина снизился относительно прошлого года на 2%. То есть идет разрушение системы оказания скорой медицинской помощи. Среднего медицинского персонала Забелину не хватает 23%. То есть на 77% укомплектован средним медицинским персоналом. На мой взгляд, это катастрофа. Но господин Забелин достаточно спокойно доложил об этом, что у него просто половина неукомплектованных врачами скорых помощи ездит. И, в общем-то, как-то все даже ничего. Далее господин Забелин безмятежно сообщил нам, что только в трех районных больницах выполняется норматив доезда. То есть то время, которое закладывается нормативом и стандартом по доезду при оказании скорой медицинской помощи. То есть, учитывая, что в центральных районных больницах у нас, наверное, ну, наверное, 50, может быть, чуть меньше, только в трех из них исполняется этот норматив. То есть, добавив к этой всей информации ту информацию, что 57% автотранспорта скорой медицинской помощи имеют возраст свыше трех лет, а это значит, что автомобиль изношен, потому что автомобиль скорой помощи очень интенсивно эксплуатируется, круглосуточно и в очень жестком режиме, мы делаем вывод, что ситуация в медицине и, в частности, в области оказания экстренной скорой медицинской помощи в Республике Башкортостан находится и приведена в катастрофическое состояние. Не хватает половины врачей, больше половины автомобилей изношены. Позвольте, а как же та история с этим триумфальным вводом в эксплуатацию автомобилей скорой помощи, которая буквально перед Новым годом, 19-м, у нас случилась, когда там на параде, на конгресс-холле дорогой Ради Фаритович освещал эти скорые помощи. Где эти все скорые помощи? Они вообще есть? Они вообще были? Или мы их там взяли подержать? В общем, загадка, конечно. Забелин попутно попросил купить ему еще 30 автомобилей скорой помощи, на что Ради Фаритович сказал, по 30 автомобилям скорой медицинской помощи принимаем решение. То есть складывается ощущение, что контракты у нас теперь скоро будут заключаться буквально в эфире оперативных совещаний, а по кадрам, то есть вот по этому катастрофическому состоянию кадров, Ради Фаритович дал поручение в такой форме. Переламывайте ситуацию. На всем, как говорится, и завершили обсуждение вопроса. Следующим вопросом оперативки был вопрос, который я вообще не планировал освещать, потому что это технически проходной вопрос, доклад военкома республики господина Харченко о итогах призывной кампании. Вообще вот эта деятельность одна из тех, которые, собственно, не имеют прямого отношения к деятельности правительства, только опосредованно как бы тут правительство участвует в этом всем. Ну, военкомат, Министерство обороны, они занимаются своей работой, призывают людей в армию. Господин Харченко достаточно последовательно и со свойственной военным космоязычностью доложил там о количестве и так далее призывников, кого, куда мы там отправляем. Однако он посетовал на то, что 50% призывников не имеют прививок и не вакцинированы, значит, от определенных заболеваний. В этот момент Хабиров, значит, обратился, ну, закономерно, естественно, к министру здравоохранения с вопросом, дескать, а что у нас там с прививками. И Забелин произносит следующую фразу. Вакцина сейчас не актуальна на штампы. Стоп. А вы, господин Забелин, точно врач? Штампы – это в голове у вас. А в медицине и в иммунологии для прививок используются штаммы. Это совершенно другая вещь. Вот, честно сказать, меня немножко пугает вот эта команда, вот эта вот несуществующая, по мнению Радио Фаритовича, красногорская команда, которая показывает вот такой уровень терминологии, вот такой уровень ответственности за то, что они говорят. То есть для него штаммы и штампы – это одно и то же. Существующая вакцина, она не актуальна на штампы. Осенний-зимний период будет новая вакцина. В общем, конечно, если честно, я очень беспокоюсь за здравоохранение в Республике Башкортостан. После вот этого доклада Забелина и после того, как он, значит, проявил свои познания в области иммунологии, конечно, не беспокоиться за судьбу нашего здоровья, наверное, нельзя. По многочисленным просьбам наших подписчиков мы попробуем возродить рубрику «Дайте глупости шанс». Тем более, что на прошедшей неделе таковая глупость случилась и опять в исполнении господина Мурзагулова. Напомню, что неделей ранее в интернете проскочила информация, что господина Мурзагулова кто-то видел в Барселоне в разгар рабочей недели, значит, в рабочее время и так далее, я с возмущением отказываюсь верить в это безобразие, отказываюсь верить в эти фейк-ньюс. Однако, судя по всему, сам Мурзагулов в это поверил и в свойственной ему манере уже вот на этой неделе разыграл спектакль. Зачем-то он отправился с утра в одну из кондитерских в Уфе. Эта кондитерская отличается тем, что на стекле у нее написано несколько иностранных слов. Сфотографировавшись на фоне этих иностранных слов, господин Мурзагулов на полном серьезе запостил фоточку в Инстаграме и ВКонтакте, как говорится, постик зарубил с таким комментарием «Хорошо с утра оказаться в Париже». Многозначительно написал господин Мурзагулов. И наша уже в истерике бьющаяся благосфера среагировала немедленно. Какие-то телеграм-каналы где-то, значит, тоже было написано, что вот какой-то такой сякой по Парижам ездит, тут люди гибнут. В общем, провокация удалась на славу. В конце дня Мурзагулов ехидно сообщил, что, оказывается, это он ходил в булочную на улице Ленина в Уфе, и вообще он трудится не покладая рук, а вот эти вот мерзавцы и негодяи из интернетов возрадовались, начали визжать. Честно говоря, я с первого момента понял, что это провокация, иначе и быть не могло, потому что провокация это вообще модус операндия господина Мурзагулова, и мы много раз уже видим, что он реализует все свои задачи и цели, достигает именно с помощью только провокаций. Увы, видимо, эта история будет продолжаться и дальше, и дальше, и я боюсь, что в более резких, более опасных формах, нежели вот эта безобидная и на самом деле очень глупая шутка какого-то такого немножко сельского уровня, когда там человек, увидев иностранные буквы, почувствовал себя в Париже, ну, как-то, честно говоря, жалко очень это выглядело и совершенно не смешно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова